Если бы можно было составить рейтинг среди самых интересных и масштабных праздников города, День молодежи бесспорно оказался бы на одном из лидирующих мест. В этом году впервые его отмечали на природе в течение всего дня, заняв всю площадь и пространство некогда пустовавшего парка имени Степанова. Сюда приехали молодые и успешные, лучшие из лучших. Было сложно собрать все это воедино, но ребята с удовольствием откликнулись, потому что в таком масштабе, наверное, это на самом деле впервые, потому что праздник не носит русский какой-то направленный характер, а он для различных слоев молодежи, и для интеллектуалов, и для спортсменов, и для творческих ребят. Молодежно-общественные организации презентовали свою деятельность вот на такой импровизированной аллее молодых. Кроме всем известных и распиаренных властью объединений, о своей работе рассказывали лидеры некоммерческих и абсолютно аполитичных движений нашего города. Обратить внимание прохожих на свое существование они пытались разными способами, но традиционно с творческим подходом. Представляем наш дискуссионный клуб. У нас есть два веселых арт-объекта. Первый, как вы видели, это зомбоящик. Зомбоящик, он создан для того, чтобы зомбировать людей, делать так, чтобы быть привлекательным. Он работает как обычный телевизор, но только на своей волне, и со своим мнением, мировоззрением, и все время говорит правду. А другой арт-объект, это импровизированная лампочка, которая означает, что зажглась идея. Если у тебя есть идея, то тебе с нами по пути. Акция этих ребят была, пожалуй, самой яркой. Да и яркость эмоций зомбо-телевизора явно мешала контролировать ему свой поток непрерывной информации. Что значит я жалуюсь? Я зомбируюсь с жалованием. Я как ЖКХ в этой стране. На меня все жалуются, а я не жалуюсь. Я работаю, я зомбоящик. А представители местного отделения Российского союза молодежи решили совместить полезное с приятным, вырастив в парке дерево креативности. Все очень просто. Здесь написаны совершенно разные слова. И модератор, то есть я, выделяю определенные слова и прошу ребят либо связать их по определенному принципу, либо убрать лишнее, либо каким-то образом составить из них историю. Парк Степаново сегодня превратился в настоящий центр молодежи и спорта. Здесь открыто несколько площадок, где молодые люди демонстрируют друг другу то, как они умеют и любят проводить свое свободное время. Конечно, главной площадкой стал новый скейт-парк с паркур-зоной. Его появление ждали многие экстремалы. И, как выяснилось, не только нашего города. Ну, мы решили приехать всей тусовкой в Иваново, посмотреть парк, покататься на новом оборудовании. И все понравилось? Да, пока все неплохо. На площадке приходили соревнования по всем существующим видам экстремального спорта. Хотя кажется, что их количество далеко не ограничено. Участники неожиданно для себя оказываются новаторами собственного стиля. Я не знаю, как это вообще можно назвать. Самокат-агрессор. Ну, я перед этим катался на BMX тоже велосипеде, на скейте тоже. Но мне больше все равно нравится самокатик кататься. Я в городе один, жду еще народа. Не только экстремальный, но еще и интеллектуальный вид спорта выбирает наша молодежь. Например, эти ребята провели турнир по настольной игре «Скрэбл». В нашем городе есть представительство Федерации «Скрэбл» в России. И постепенно количество его участников возрастает. Это интеллектуальная игра на составление слов. Чем больше слов и очков, тем лучше ты выигрываешь. Это напоминает наш русский эрудит. Ну, это очень интересно, правда. Еще один вариант спортивного отдыха молодых людей – гребля на байдарках. В этот день на воде были представлены туристические и спортивные виды лодок. А также особый вид байдарок для конопола. Удивительно, но забивать голы можно и на воде. Здесь, правда, никаких игр и турниров не проводилось. Ребята просто выехали потренироваться и отдохнуть. Сама официальная часть празднования Дня молодежи состоялась уже ближе к вечеру. На ней, как и полагается, чествовали молодых активистов города, награждали подарками и памятными дипломами. По словам чиновников, несмотря на, может, и не совсем достаточное развитие инфраструктуры для молодежи, наш город занимает лидирующие позиции среди других регионов по количеству молодых, умных и талантливых. Мы очень сильны с точки зрения науки, мы очень активны с точки зрения молодежного творчества. Наша молодежь очень активно включается в общественную жизнь. Вообще, с точки зрения конкурентоспособности с другими регионами, мы выглядим очень неплохо и очень достойно. Ну и, конечно, никто не сможет сказать о достоинствах молодежи, так как говорит о них она сама. Поэтому она самая лучшая, обладающая потенциалом и креативная. Очень активная молодежь, все имеют свою точку зрения и могут ее отстоять. Общительная. Спортивная. Позитивная! Прям как я! Нина Сардейск, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.